МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите Крымлиф, программа о том, как живут крымчане в оккупации и вынужденном переселении. Сегодня в выпуске о таких темах. Адвокаты Сенцова и Кольченко ходатайствуют об отводе коллегии и судей. О судьбе политузников поговорим с гостем в студии. Скандальное назначение нового директора Хевсанеса. Священник продержался неделю. Многострадальная набережная Салгира. Вместо ремонта уничтожение деревьев. Гонение на фестиваль. Суд запретил Бифус, а ОМОНовцы к тому же избили там туриста. Джаз Коктебель пройдет в Затоке, а в оккупации пытаются провести его клон. Дела политузников. Всю неделю продолжалось судебное слушание по обвинению Олега Сенцова и Александра Кольченко в терроризме. Допрошено немало свидетелей. Геннадий Афанасьев нашел в себе смелость заявить о неправдивости своих предыдущих показаний из-за пыток и давления ФСБ. Сейчас защита ходатайствует об отводе коллегии и судей. Считают, что те заинтересованы в исходе дела. Адвокаты Надежды Савченко тем временем подготовили новые доказательства ее невиновности. Засекреченных свидетелей по делу Сенцова и Кольченко заслушивает Северокавказский окружной военный суд. С утра по видеосвязи из Крыма допрашивали свидетелей Макаров, Черняков и Добровенков. Геннадий Афанасьев, который 31 июля в заседании решился заявить, что все его предыдущие показания были даны под давлением, правозащитники уже нашли адвоката. Напомню, Геннадий Афанасьев осужден на 7 лет лишения свободы. От защиты отказался почти сразу. Спецслужбы внушили, что ему уже ничто не поможет. Сестра Олега Сенцова Наталья Каплан пишет, Олег прекрасно понимает, почему в свое время Афанасьев не выдержал и дал признательные показания. Изощренные пытки ФСБ способен перенести не каждый. Самого Олега душили пакетом, как минимум трижды. Длилось это три часа. Следователь потом сказал Сенцову, что другие не выдержали и получаса. Сенцов и Кольченко встретили заявление Афанасьева аплодисментами. Олег выкрикнул «Слава Украине!», Геннадий ответил «Героям слава!». Решение отказаться от показаний явно далось Афанасьеву нелегко. В этот момент у него дрожали руки. Свободную от наручников он сжал за спиной в кулак. Теперь дело Афанасьева должно быть пересмотрено. Он отказался от того, чтобы признавать свое знакомство с Александром Кольченко. Он отказался от того, что Олег Сенцов является организатором группы террористического характера, которая якобы, по мнению следствия, действовала на территории Республики Крым. И его позиция, сегодняшняя Геннадия Афанасьева, вызывает очень большое уважение. И я горжусь тем, что он в судебном заседании взял на себя такую смелость и выразил свою гражданскую позицию. По процессу над политузницей Надеждой Савченко тоже есть позитивные моменты. Адвокат Илья Новиков считает, что следкому РФ фантастически не повезло с этим делом. Низовые исполнители все испортили начальству. Адвокат представит в суд экспертное заключение грубой подделки времени видеозаписи сепаратистов, которое должно было бы свидетельствовать против Савченко. Алиби Савченко подтверждают по утверждению адвоката и неподдельные данные биллинга телефонов Надежды. Адвокатам на прошлой неделе удалось выяснить, куда же перевезли Надежду Савченко. Она в одиночной камере в сезонного Черкасска. Обвинение поддержало ходатайство адвокатов Надежды о переносе рассмотрения дела в Гагаринский райсуд Москвы. Решение по этому вопросу должен принять Ростовский областной суд. Вопрос о подсудности стоит очень остро. Мы, как страна защиты, как считали, так и считаем, что избрана на генеральный полгодор был предельно искусственно. Это было сделано специально, чтобы дело изолировать, отправить его в Донецк. И я, честно говоря, в Донецком городском суде не увидел огромного желания рассматривать это дело. Так мне показалось. Это сугубо мое личное впечатление. Поскольку, видимо, есть на это свои причины. Дело слишком громкое. В нем огромное число томов, доказательств. Дипломаты европейских стран, как и обещали, мониторят слушание по делам политузников. И даже когда заседание проходит в закрытом режиме, остаются в коридорах суда. Это, как минимум, морально поддерживает узников. И о деле политузников Олега Сенцова и Александра Кольченко мы говорим с гостем в студии. Это пресс-секретарь украинского представительства Amnesty International Богдан Овчарок. Добрый день, Богдан. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, какое последнее было заявление вашей организации по поводу этого дела? Наше последнее заявление заключалось в том, что все обвинения в терроризме, которые предъявляют Александру Кольченко и Олегу Сенцову, являются чрезмерными и должны быть сняты. Кроме того, у нас возникают большие беспокойства относительно того, применялись ли к ним пытки. Естественно, уже всем известно, что к Олегу Сенцову точно применялись пытки после заявления свидетеля в этом деле Геннадия Афанасьева. Теперь мы еще знаем, что к нему применялись пытки и что все показания были из него, грубо говоря, выбиты. И, соответственно, у нас есть опасения относительно безопасности и жизни как свидетелей, так и обвиняемых. И это тоже мы выразили в своем заявлении. Вот сейчас есть новая информация как раз о том, что адвокаты, ребят, ходатайствуют об отводе судей. И сделано это ходатайство было в связи с тем, что, вот хочу процитировать, как говорят адвокаты, что к Геннадию Афанасьеву приходили в конвойное помещение суда сотрудник ФСБ, потребовавший отказаться отвечать на вопросы адвокатов по 51 статье. И, по словам Афанасьева, этот сотрудник сообщил ему, что этот ход согласован с судьей. То есть мы понимаем, что сейчас на Афанасьева действительно происходит очень сильное давление. Насколько я понимаю, у него теперь есть адвокат и хоть какая-то защита у него есть? Ну, у него есть защита, но тем не менее в условиях такого, очевидно, несправедливого судебного разбирательства ожидать можно чего угодно. И вот Геннадий Афанасьев уже заявил о том, что, скорее всего, его отправят куда-то очень далеко. И у всех есть опасения относительно того, насколько безопасно будет его пребывание в суде. Ну и вообще след ФСБ в данном судебном разбирательстве практически везде виден. И об этом говорят как представленные доказательства о оперативном эксперименте, который проводила ФСБ. Многие свидетельства указывают на то, что некоторые люди могли быть агентами ФСБ и внедряться до этого в группу проукраинских активистов. Ну и вообще сам обвинительный акт, он больше похож на какую-то больную фантазию ФСБшника, а просто направленную на то, чтобы разжигать вот эту пробокандистскую войну, которую ведет Россия против Украины. Ну, фактически, ваш анализ, что он показывает? На чем строится вот это обвинение, собственно говоря, насколько оно вообще имеет место быть? То есть имеют место две попытки поджога, да, собственно, и все остальное? Да, действительно, доказательств того, что были, что данные поджоги, даже если они имели место, и даже если ребята каким-то образом к ним причастны и верялись террористическими актами, вообще нет. Ну, то есть в чем заключается обвинение? Обвинение заключается в том, что якобы поджог двери русской общины Крыма и поджог партии «Единая Россия», которая была партией регионов, каким-то образом должны были напугать местное население, а также совершить давление на власти России с тем, чтобы власти России приняли решение о выходе Республики Крым из состава Российской Федерации. Ну, это действительно никаким образом не представляет никакого смысла. Если российские власти хотят предъявить Олегу Сенцову или Александру Коченко обвинение в хулиганизме, например, то они могут это сделать. Но это точно не пожизненное заключение, это точно не 20 лет тюрьмы. Ну и кроме того, данное судебное разбирательство вообще не должно было проходить в Ростове-на-Дону и в России. Согласно международному коммунитарному праву, людей с оккупированной территории не имеют права ввозить ни в другую страну, ни в страну-оккупант, также не имеют права применять уголовное законодательство. Российская Федерация в данном случае, украинское уголовное законодательство должно быть в силе. Ну и последний вопрос. Вы ездили на суд, ездили в Ростов. Как ребята себя чувствуют, на ваш взгляд? Ну, вы знаете, очень сложно оценить, потому что у нас не было возможности пообщаться ни с Олегом, ни с Сашей. Кроме того, у них, к сожалению, до сих пор нет возможности пообщаться и с украинским консулом. Но тем не менее, когда Геннадий Афанасьев отказывался от своих свидетельств, я тогда находился в зале заседания, действительно был очень эмоциональный момент. Олег Сенцов начал кричать «Слава Украине!» и «Свободу Геннадию Афанасьеву!». И действительно, бывают такие эмоциональные подъемы. Но вообще, конечно, ребята выглядят подавленными, все-таки проводят уже больше года за решеткой. Ну и те перспективы, которых ожидают, действительно, не назовешь радужными по жизненному заключению 20 лет. Ну, будем надеяться на то, что они мужественно продержатся всю эту ситуацию. И будем надеяться, конечно, на благополучный исход, возможно, на обмен по завершению суда. Спасибо вам большое за то, что пришли. Я напомню, у нас в студии был гость, пресс-секретарь украинского представительства «Аннести Интернешнл» Богдан Овчарук. И мы обсуждали ситуацию с политузниками Сенцова и Кольченко. У крымских оккупационных властей, похоже, развился комплекс Кадырова. Сначала Аксенов заявляет, что ему никто не указ, кроме Путина, после скандала с ФСБ и его подчиненными чиновниками. Теперь так называемый губернатор Севастополя Сергей Миняйло демонстрирует, что не планировал особо советоваться с Москвой. Назначение директором Херсонеса священника привело к большому скандалу. Ученым удалось отстоять право на собственное мнение. Продержался неделю. В отставку решил уйти назначенный 29 июля севастопольским губернатором директор Крымского национального заповедника Херсонес Таврический, протеерей Сергий Халюта. Новость об увольнении по собственному желанию благочинного севастопольского округа сообщил прибывший в Крым министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский. Отец Сергий с учетом сложившейся ситуации принял решение сделать шаг в сторону, чтобы дать возможность губернатору Севастополя предложить другую кандидатуру на пост директора заповедника. Напомним, Главное управление Департамента культуры Севастополя своим приказом уволило директора музея Андрея Кулагина, вместо него губернатор Сергей Миняйло назначил директором заповедника благочинного севастопольского округа Сергея Халюту. Во время представления коллектива музея нового директора сотрудники возмутились назначением Халюты. Ученые заявили, что не согласны с решением Миняйло, не понимают, как они смогут подчиняться священнослужителю. Однако тогда Миняйло стоял на своем. Губернатор категорически отказался отменять свое решение. Я еще раз говорю, решение принято на основании моих полномочий, я имею право принимать это решение. Вы требуете от меня объяснение? Да, да, требую. Если вы на это имеете полномочия, требуйте. Если вы имеете право и просите, другой вопрос, я не обязан отчитываться за свои действия. У меня не соответствующие руководители, которые меня читают. После скандала, получившего огласку, советник президента России Владимир Толстой назвал решение о назначении директора ошибочным. Он опроверг информацию о том, что назначение Халюты было согласовано с Министерством культуры России. Коллектив заповедника отказался работать под началом нового директора. На расширенном заседании профсоюза заповедника работники приняли резолюцию, в которой заявили о некомпетентности благочинного. В начале августа Владимир Путин принял решение включить Херсонес-Таврический в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России, а сам заповедник передать федеральное ведение. Эти изменения произойдут до 1 сентября 2015 года. В свою очередь решение Путина о включении заповедника Херсонес-Таврический в список культурного наследия народов России прокомментировал министр культуры Украины Вячеслав Кириленко. Крым – это Украина. Херсонес-Таврический – национальный заповедник, что есть объектом всесвятной спадщины ЮНЕСКО. Решения Путина не имеют никакой силы. На период до 1 сентября, когда начнется процесс передачи заповедника в российское федеральное ведение, исполнять обязанности директора будет компромиссная фигура. Об этом сегодня на встрече с коллективом заповедника заявил министр культуры Владимир Мединский. Таковое определили Ларису Седикову. Ранее она занимала должность заместителя директора заповедника. Набережную Салгира продолжают уничтожать. К разрушениям и антисанитарии теперь добавилась и вырубка деревьев. Якобы аварийно опасных, на самом деле не проживших еще и половину собственного века. Вместо ремонта набережной вырубка деревьев. Городские власти Симферополя, похоже, действуют в духе народной поговорки. «Заставь дурака Богу молиться, он и лоб разобьет». Симферопольские оккупационные власти не обращали внимания на аварийное состояние русла главной Крымской реки до тех пор, пока об этом не сообщили общественники и СМИ. Спустя некоторое время реакция последовала. Правда, не совсем адекватная. Десятки здоровых деревьев были срублены и брошены на берегу реки или в воде. Эти старания городских чиновников заинтересовали псевдопрокуратуру. Она проводит проверку по факту вырубки больше 40 деревьев в муниципальном предприятии «Горзеленхоз» в ходе очистки русла реки Салгир. Зачемное состояние. Напилили кучу деревьев. Непонятно, зачем их напилили. Я отрицательно оцениваю работу тех служб, которые должны этим заниматься. Это ужасно, конечно. Они бы что-то это вспилили. Мне жаль. Жаль очень. Мы как раз сюда, здесь проходили, когда ее вспиливали. Я расстроилась. В столичной администрации Симферополя утверждают, ведется вырубка аварийных деревьев. Но на месте видно, уничтожены не сухие, а живые деревья. Листва пожухло уже после вырубки. Горожане жалуются, на набережной исчезла тень. Как говорят рабочие здесь, что они гнилые изнутри деревья. Конечно, жалко, что солнца будет много. Очень много солнца после того, как спилили деревья, и жарковато ходить вдоль набережной. Мне кажется, нужно спиливать сухие деревья, которые действительно при сильном ветре опасны для жизни людей. А новые, наверное, нужно садить. Под оставшимися островками тени от летней жары спасаются гости из Беларуси. Они тоже в шоке от состояния набережной. Мелко? Нет. Ну, конечно, приводить в порядок нужно. Но не хотелось бы, чтобы деревьев не было, потому что тенек, так, его здесь мало. Вот идем с ребенком по тенечку. В городской администрации поясняют, вырубая деревья, столичные власти заботятся о чистоте Симферополя. Ну, или экономят на оплате работы дворников, убирающих листву. При этом утверждают, что ивы аварийные в силу возраста. Хотя средняя продолжительность жизни этого дерева 100 лет. Вырублены деревья, которые простояли больше 45-50 лет. И которые практически уже несли с собой аварийную опасность. Все деревья, вырублены которые, запрогликарированы протоколом. И на их местах, где это возможно, будет зараз ели. Уже ели. Не ивы, а ели. Которые не будут в осеннее время придавать грязь. И столько, сколько дают эти листва. Причина вырубки такая, что вместе показалось, что в большом скоплении воды все эти деревья были прописаны препятствиям и сбора грязи в городе. На время проверки вырубка не остановлена. А значит, гор зеленхоз уничтожит и остальные деревья. Напомним, в июле активисты Общероссийского народного фронта провели детальный осмотр набережной. Они выявили отсутствие 260 секций ограждения, нашли 15 аварийных площадок и 9 мостов. Общественники не только сделали эту работу за власть, но еще и вскрыли чудеса хозяйственной жилки нынешних управителей города. Оказалось, что те даже не знают, на чем балансе должна находиться набережная. По словам главного архитектора Симферополя, на городском балансе она точно не числится. Многострадальный фестиваль в Поповке. Экс-Казантип и он же Бифус продолжают преследовать оккупационные власти. Теперь же Исаакский райсуд принял решение приостановить его деятельность на три месяца. Никаким другим крымским фестивалям нет такого пристального внимания. ОМОН перекрывал дороги к Поповке, Бифус обвиняли в незаконном митинге. Спецподразделения продемонстрировали теперь и российским отдыхающим, как работает крымский экс-Беркут. Туриста они избили только за то, что он попросил удостоверения личности. Российского туриста избили ОМОНовцы в селе Поповка. Там проходит музей под открытым небом, он же запрещенный оккупационными властями фестиваль Бифус, бывший Казантип. Молодого человека били головой об стену за то, что он осмелился попросить ОМОН предъявить документы. Пострадавший снял побои и подал заявление правоохранителям об избиении. Но, по словам организатора мероприятия Никиты Маршенка, молодого человека полуофициально предупредили, что ему лучше быстрее уехать. Однако пострадавший не собирается оставлять ситуацию без последствий и намерен подключить юристов, уже прибыв в Россию. Видео избиения без комментариев. Снимайте, ребят. Это не ваше, а ваше оттуда. У вас тоже есть право. На ваш без предела есть право. На ваш без предела есть право. Подожите. Руки, руки в селе. На каком основании я вас спрашиваю? Вы имеете право применять телу физическую к человеку? Вы имеете право это делать? Что ты делаешь? Помнишь, что я темно. Гражданин, что вы делаете? Вы что, вообще что ли? Охренели совсем? Джаз Коктебель второй год подряд будет проходить в селе Затока возле Одессы. Вместо трех коктебельских сцен там делают четыре и пятую откроют в Киеве. Точно на это же время в Крыму пытаются провести клон фестиваля. Но организаторы настоящего считают, музыканты поедут именно к ним. Известный фестиваль «Джаз Коктебель» стартует в конце августа в поселке Затока Одесской области. Фест вынужденно сменил адрес после российской оккупации Крыма. Его организаторы и участники не признали аннексию. Прошлый год был для фестиваля сложным. Он обживался на новом месте и заново боролся за сердца своих зрителей. Но смог собрать две с половиной тысячи поклонников. Найти силы переехать и тут же выстрелить, наверное, это здорово. Вот тут можно аплодировать именно в этом месте. Всей команде. Потому что, с другой стороны, это уже в прошлом, 11 лет там, да, была атмосфера, да, была шикарная. Полушинская цена. Но сегодня надо сказать, что все, оно кончилось. С этим надо смириться. И нечего смотреть назад, надо смотреть вперед. И если кто-то и будет там, на оккупированной территории, пытаться что-то сделать, придется очень сильно постараться, чтобы повторить эту атмосферу. Как дети, помните, говорили, правда докажет, что это будет сложно сделать или нельзя будет сделать вообще. Между тем, сторонники оккупантов на полуострове пытаются создать клон известного крымского фестиваля, используя его бренд и даже подгоняя его проведение под даты украинского джаз-коктебеля. В прошлом году они совпали по датам, да. И, ну, с другой стороны, мы подумали, может, они решили воспользоваться нашими документами. Мы же получали разрешение на фестиваль еще в январе 2014 года, когда, ну, ни у кого таких сценариев в голове-то не было. Вот. Ну, и мы подумали, может, это совпадение, да. В этом году, ровно через две недели после того, как мы начали агрессивно себя рекламировать, этот фестиваль объявил даты проведения 28 и 29 августа. Там совпадение? Недумно. Организацией фестиваля двойника занимается известный российский пропагандист Дмитрий Киселев. Он стоял у истоков создания фестиваля в 2003 году, после того, как обзавелся дачей в Коктебеле. Джаз вне политики и, в общем, это работает. Джазмены – честные люди. Джаз не играется под фонограммой. В этом смысле это, наверное, самая честная музыка в мире, которая невозможна. И Крым сейчас, конечно же, нуждается в честном отношении к себе. Киселев утверждает, что в этом году в Крымском фестивале примут участие около 30 коллективов с пяти континентов. То есть все они, соглашаясь на участие в мероприятии, должны будут нарушить украинское законодательство. Ведь попасть на полуостров иностранцы смогут только через территорию России. В числе перечисленных Киселевым и известная немецкая группа «Дефас». Но организаторы украинского джазового фестиваля эту информацию опровергают и утверждают – на самом деле группа приедет в Одесскую затоку. Это было решение агента группы «Дефас». Один из лидеров группы «Дефас», резидент фестиваля джаз «Коктебель», Карл Фриерселл, был категорически против этого выступления. И, собственно, Карл доказал им, что они не имеют права. То есть даже если этот фестиваль в ге-политике, в соответствии с украинским законодательством, как вы знаете, для иностранцев въезд на оккупированную территорию возможен только по специальным разрешениям. То есть финальное решение приняла вся группа не выступать, не участвовать в фестивале «Подделки». Кроме «Дефас», на фестивале в Одесской затоке ожидают еще около 200 музыкантов. В том числе известный финский коллектив «Бомфанк Эмсис» и крымского джазового исполнителя Усина Бекирова с его квартетом. На 8 дней огромное колоссальное количество артистов со всей Украины едут радовать целую ночь. Не просто радовать, а поддерживать настроение, которое дал мне джаз и остальные сцены. И вечером это будет улет. Нам не просто едут артисты со всей Украины, нам едут артисты и из других стран. Будут нас радовать очень-очень-очень сильно. После переезда в Одесскую затоку джаз как теперь не потерял свою украинскую аудиторию, которая всегда составляла основную часть зрителей, утверждают организаторы. Поэтому нынешние и последующие годы они потратят на то, чтобы удержать их и привлечь новых почитателей джаза. В этом году вместо утраченной волошинской сцены обещают целых пять. Четыре из них можно будет посетить в Затоке с 23 по 30 августа. Пятую в Киеве 26 и 27 сентября. Это были все новости этой недели. В студии работала Алексей Надрогань. Больше новостей смотрите на нашем сайте BlackCityV. А я прощаюсь с вами до следующей недели.